Всем большой привет, мои дорогие подписчики, зрители, гости моего канала. Очень рада вас приветствовать в новом дачном влоге. Сегодня у нас уже воскресенье, погода замечательная, солнышко, тепло, даже ветра практически нет. И я иду на свою клумбочку, потому что у меня здесь несколько новых расцветок. И первое, что я вам покажу, мою лилию-невесту. Вот такая вот красивая, белая, очень пахучая. Вот эта вот белая и вот эта моя тоже новая. Вот эта особенно. Она такая пахучая. Я когда мою посуду, здесь окно открыто всегда у меня. Это я сейчас, мы проснулись, еще пока не открыла. Она так пахнет, прям в дом заходит запах. Если бы камера могла передавать этот аромат, то вы бы со мной согласились. Невероятный запах. И вот здесь вот еще одна, желтая. Они такие немножко были повернуты, я их вместе связала, чтобы они не падали. Вот такая вот красивая желтая лилия. Так, в этой стороне осталось вон той распуститься. Не помню, какого она цвета. Потом посмотрим. Вот такая вот моя клумбочка. Некоторые уже отцветают. Рузочки опять нужно обрезать. Вот это вот все. И здесь распустилась. Вот. И еще две. Это еще не до конца распустились. Здесь они вот беленькие и внутри такие бордовые. И здесь такая тоже, как сказать, розово-малиновая. Тоже очень красивая. Ну, а я сейчас пойду приготовлю себе завтрак. Позавтракаем и будем заниматься домашними делами. Я сажусь завтракать. Мои еще спят на часах 11. Да, дети мои любят поспать. Но я им не запрещаю это делать. Выходные, каникулы тем более. Поэтому пусть спят столько, сколько им хочется. Ну, а я сажусь кушать. У меня завтрак на террасе. Я, как всегда, на своем месте любимом. У меня здесь творог мягкий от Савушки. Вот такой 5-процентный. Люблю мягкий творог. В последнее время очень часто его стала кушать. Ну, на завтрак. И захотелось мне просто фрукты. Это дыня и абрикосы, я так понимаю. Такие большие такие вот. Такие вот абрикосики, дынька и кофе черный. Я просто без сахара, без сливок, без всего сажусь кушать. Наслаждаюсь пением птиц, цветочками. Я уже почти позавтракала. Осталось мне вот сейчас доем абрикос. Буду пить кофе. Мне осы не дают крутиться. Здесь не дают мне покушать спокойно. Пойду сейчас, наверное, на качель садовую. Там буду кофе пить спокойно. Хотела ответить на один вопрос. Много кто задавал его. Почему я не на кето сейчас, а на правильном питании? И вернусь ли я кето опять? Возможно, я вернусь к кето. Но это будет, я думаю, осенью. А сейчас я хочу насладиться, как сказать, фруктами. Потому что на кето очень много ограничений. Конечно, на кето у меня вес уходит быстрее, чем на правильном питании. Но, знаете, вот сегодня завтракаю, наслаждаюсь дыней, персики, абрикосы. Вот был сезон черешни, клубники. Я прошлым летом всего этого не видела. То есть я видела, но не пробовала. То есть вот это вот всё прошло мимо меня. Конечно, кто-то сейчас скажет, а что там толку в этих фруктах, витамины? Там особо, ну, есть, конечно, витамины, но и в других тоже есть те же самые витамины. Например, витамин С, да, есть в апельсинах, допустим, да. Но и, например, в квашеной капусте там даже больше витамина С, да. Но я не знаю, по привычке привыкли, что вот сладкие, тем более сезонные, кушать, да. Ну, я не знаю. Я пока хочу именно насладиться фруктами. И я стараюсь сейчас их кушать в основном на завтрак, то есть в первую половину дня. Всё-таки там сахар, сахара тоже есть. В летнее время я буду на таком правильном питании. Ну, пока так. А там, конечно, уже будет видно. Возможно, осенью я перейду на кето. И снова всем привет. На сегодня уже новый день. Мы приехали в город, в квартиру. Так получилось, что мне пришёл заказ на Валберис. Я заказывала дочке к школе вещи. Нужно было померить и забрать. И, ну, по дому нужно сделать кое-какие дела. Убраться, полить цветы. Всё-таки нас почти не бывает в городе. И цветочкам без нас очень плохо. Вот. Поэтому приехали сейчас ненадолго. Уберусь, протру пыль, полью цветы. И хотела включиться вам для того, чтобы показать мой авокадо. Давно показывала я, как я делала эксперимент. Посадила косточку авокадо. Я показывала в одном из видео. У меня косточка авокадо проросла прямо вот в мякоть самого фрукта. И там был такой отросточек. И я просто решила попробовать. Посадила в первый такой подходящий, который у меня был, в вазон. И он дал спустя месяц такой отросточек. Где-то примерно сантиметров 20. Но я тоже это показывала. И ему уже, наверное, месяца 3 где-то. Примерно около 3. Точно не буду говорить. Надо посмотреть по видео, когда я это все показывала. И хочу сейчас вам показать, как он выглядит. Ну, просто шикарный цветок получился. Вот здесь мой цветочек. Уже, не знаю, он отойдет, не отойдет. Видно, без воды немножко начал засыхать. А вот рядышком стоит вот такой вот красавец. Чтобы вы понимали, он где-то метр ростом. То есть мой рост у него где-то около метра. Когда я уезжала на дачу, он был вот досюда. То есть вот это вот все остальное, это прирост за где-то примерно месяц. Ну, вот где-то вот так вот он в месяц растет. Ну, просто шикарно. Я рада. Я, конечно, понимаю, что он нам плоды не даст. Но просто ради интереса вот так вот обратите внимание. Косточка раскололась и оттуда начал расти отросток. Да, девочки, я сделала себе новый маникюр. Раз мы остались здесь в городе вчера еще, я решила обновить. В этот раз у меня такой коралловый цвет. Кончики коралловые. В прошлый раз были бирюзовые. Не знаю, как будет видно, вам не видно. В общем, вот такой вот маникюр у меня сегодня. И педикюр сделала красный. Вот такой вот. Навела немножко красоту. И, конечно же, сейчас вам покажу небольшую распаковочку, что я заказала на Валборис. У нас в нашем небольшом городке три пункта выдачи всего лишь. И когда заказывала я вот это вот все, ближайшие два к моему дому все переполнены. И был свободный только где-то там в конце города. Только туда можно было заказать, потому что все было переполнено только курьером. А так как мы на даче живем, это не очень удобно. Поэтому съездила, забрала заказ. И вот здесь вот это не Валборис, это мы просто заезжали в магазинчик. Я купила для дочки вот такие вот шлепки, тапки, сланцы, как их назвать. Вот такие вот красивые, сиреневые, нежные. Такие тюльпанчики. Ну, на дачу, знаете, вот гонять. А то у него порвались на даче, лопнула подошва. Поэтому мы вот так вот решили обновить. Такие вот шлепочки. Ну и товары из магазина Валборис. Здесь все к школе. Можно сказать, такая школьная форма. У нас в школе нет определенной формы, но появился в этом году определенный цвет. Это цвет темно-синий. То есть обязательно темно-синие жилетки. И, ну, низ там брюки, юбка, сарафаны, темно-синие. И будет еще в этом году шевроны нашиваться. Надо будет, мы уже заказали их, и надо будет их пришить к жилеткам. В общем, я здесь, конечно, не все заказала, только так, некоторые товары. Заказала две жилетки и брюки. Там еще было двое брюк, но нам они не подошли по размеру, по длине. У меня Милана девочка такая достаточно высокая, и поэтому по талии, по бедрам все нам подошло, а по длине немножко коротковато. Поэтому буду заказывать на размер побольше. Ну и сейчас я вам покажу, что я заказала. Так, первый товар это брюки трикотажные, темно-синий цвет, размер 158. Вот такие вот фирмы, вот так называются. Темно-синие. Здесь одной рукой неудобно. Они достаточно плотные. Такого свободного кроя, широкие, как моя дочь любит. Очень любит такой широкий размер. У нее штаны, и у тебя жилетка тоже такого, вот из этого костюма. Сейчас я покажу, как они выглядят вживую. И вставлю картинку, как это будет выглядеть. Вот как на модели это выглядело. Здесь такая вот резиночка. Шнурочки. Больше такой, как под спортивный стиль. И широкие вот такие вот штанишки. Все красиво прострочено, аккуратно. Это не реклама, девочки, просто делюсь. Но оставлю вам ссылочки, вдруг кого-то заинтересует. Я не знаю, как они, правда, будут в носке, в стирке. Но вот так на первый взгляд, очень качественно. Состав сейчас посмотрим, где здесь, если есть, тут что-то должно описано быть. Так вот, состав. 80% хлопок, и 20% полиэстер, я так понимаю. Вот. Они изнутри немножко такие вот плотноватые. Но классные, мне очень понравилось. И к этим штанам я заказала жилетку. Здесь две. Сейчас я посмотрю, какая из них какая. Так, это, наверное, вот эта будет жилетка. Так, вот такая вот жилетка. Она тоже такая свободная. Такое вот горло у нее. Дочке очень понравилось. Рост 158-164. Состав тот же. 80% хлопок, 20% полиэстер. Темно-синий. Такой вот жилет. Он красиво так свисает с плечиков. Очень красиво вживую. Это классно выглядит. Сейчас я вам поставлю картинку, как это будет выглядеть на модели. Ну и следующий товар. Тоже жилетка. Она немножко похожа по пошиву, как эта. Только немножко другая ткань. Она поплотнее. Я думаю, больше так к зиме, осенью носить. Сейчас я покажу. Одной рукой неудобно, девочки. Вот. Вторая вот такая вот жилетка. Тоже темно-синяя. Здесь, получается, рукавчики идут с резинкой. Здесь нету. Только вот воротник. А здесь и воротник такой вот, и рукавчики вот здесь вот тоже резиночкой сделаны. Здесь ткань такая более помягче и поплотнее. Вот здесь вот такая, знаете, даже мне кажется, состав здесь немножко другой. Вот так фирма выглядит. И здесь у нас 85 хлопок и 15 полиэстер. Так. Сделано в России. 7-14 лет. Рост 158. Такая вот красивая жилетка. Ну, я думаю, две жилетки на первое время хватит. Я заказывала два шеврона, ну, чтобы можно было менять. Но, возможно, закажу еще. Пусть будет. Я люблю, когда есть запас. И еще один товар, последний на сегодня. Это костюм, футболка и велосипедки. Это, знаете, вот сейчас в сентябре, когда у них будет физкультура, они занимаются на улице. Сентябрь всегда такой, можно сказать, теплый. Тем более они физически занимаются, потеют. Поэтому не стала я пока, но я все равно буду покупать костюм спортивно со штанами, с кофтой. Но на вот первое время я заказала вот такой вот костюмчик. Здесь велосипедки, так красиво, сиреневого цвета. Размер тоже 158. Фирма «Важные люди». Вот такая вот красивая упаковочка была. И такая вот футболка. Тоже классно смотрится. Я думаю, закажу еще несколько цветов. Просто вот, да, для дома, для дачи. Мне понравилось. Тоже качество очень даже неплохое. Так что у нас хлопок 95, эластан 5 только. Поэтому классно. Вот прям реально хорошее качество. И смотрится она на Милане хорошо. Вообще на любой девочке будет смотреться классно. Сейчас эти велосипедки в моде. Цвета там очень разные. Вообще палитра целая. Не знаю, в природе таких цветов, наверное, нет. В общем, буду заказывать еще. Повторю обязательно покупку. Очень даже бюджетный костюм получился. Мы уже приехали на дачу снова. Погода портится. Пока нас не было. Здесь такой дождь хороший прошелся. Но и ветер тоже. Нам снесло просто, снесло дверцу в теплице. Вот она у нас так вот криво-косо стоит. Но это еще полбеды. У нас поселились в теплице осы. И когда муж делал мне теплицу, пытался сделать, Артем забежал в теплицу поиграться, посмотреть, что там выросло. Его укусила оса. Но мы как-то не преодолели тому значение. Ну, укусила, укусила. Я там повела его домой. Дала ему таблетку от аллергии. Вот. И когда вернулись обратно, укусила меня оса в голову прям. И тут я понимаю, что она здесь не одна. Их здесь много. И Леша обнаружил, когда заходишь в теплицу с левой стороны, там маленькое гнездо. Я не знаю, как они так умудрились за два дня, пока нас не было свить там или что-нибудь там, сделать это гнездо. В общем, Леша его снял с очком. Кое-как его тоже укусило два раза в голову. В общем, мы тут отвоевывали нашу теплицу у ос, как могли. Вот. Так что не знаю. Пока боюсь туда заходить, потому что кое-где так они еще летают. Само это гнездо он куда-то унес, спалил, наверное, или что, я не знаю. В общем, вот. Такие были у нас сегодня бои без правил. Это, конечно, страшно было вообще. Они так быстро жалят. Вообще летит вот секунда, доля секунды она уже укусила. Завтра надо обязательно выбрать огурчики и помидоры в теплице. Но сейчас я туда точно не пойду. Вот. Такой сегодня был вечер на даче. Я пойду сейчас кормить семью. И готовиться ко сну. Так что небольшой такой получился спонтанный влог. Ну, какой есть. Я надеюсь, он вам тоже понравился. Так что спасибо вам за просмотр. Обязательно подписывайтесь на канал, если вы еще не подписаны. И пишите комментарии ваши. Ставьте лайки, если понравилось. И до новых встреч. Всем пока-пока.